День с толком Сотрудникам аэропорта пришлось дополнительно расчищать взлетно-посадочную полосу. Сложная обстановка сохраняется и на дорогах края. Накануне ночью их расчищало более 400 единиц техники. Напомним, в первый день непогоды произошло несколько ДТП. Одно из них со смертельным исходом. Штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать. Порывы ветра достигают местами 25 метров в секунду. На дорогах слякоть и гололед. Однако, по данным ГИБДД, резкого увеличения числа ДТП не наблюдается. В среднем 6-7 аварий в день, как обычно. Госавтоинспекция просит водителей без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями, при маневрах следить за отсутствием встречного транспорта. Выбирая скорость, автомобилистам рекомендуется исходить не только из скоростного режима участка, но и погодных условий, а также состояние дороги. Следует снижать скорость перед пешеходными переходами, учреждениями образования, остановками общественного транспорта. Автомобиль сегодня провалился в центре Барнаула. Неприятная дорожная ситуация произошла утром на парковке у магазина. Без 20.10 пришел забирать машину, вот смотрю, такая картина, провалилось колесо. Что делать? Ну, не знаю, пошел звонить в экстренную службу, единая служба 112. Созвонился, оператор или номер 57 или 51 принял мое сообщение, я подробно описал, что провал грунта, колесо левое ушло, выехать невозможно. Вызов передали в администрацию, однако в течение нескольких часов аварийная служба так и не приехала, ссылаясь на то, что это ответственность магазина. Ни до кого невозможно дозвониться, и чтобы помогли, потому что сейчас, не дай бог, еще грунт, и машина может вообще туда провалиться. То есть никаким экстренным службам мой вызов вообще не нужен. То есть я не знаю, чем вообще занимаются экстренные службы. Добавим, эвакуатор вытащил машину только в 16.00, благодаря действиям сотрудников магазина. И перейдем к другой теме. Объем строительства многоквартирных домов в крае уменьшился на 20%. Таково соотношение результатов 2022 года по сравнению с 2021. Зато чаще стали возводить частные дома. Накануне эксперты строительной отрасли региона обсудили последние тенденции. Какие из них вызывают беспокойство, знает Анара Шагирова. Прошлый год знаковый для строительной отрасли региона. Работа шла в новых экономических реалиях. На фоне СВО, скачков цен и санкций. И хотя очередной план по вводу жилья был выполнен, по сравнению с 2021 годом отрасль просела. Так, строительство жилых домов упало на 7%, на 20% уменьшился объем построенных многоквартирных домов. Объем незавершенного строительства высоток, хотя и сократился почти в два раза, одновременно вызывает и беспокойство. Объем незавершенного строительства многоквартирных домов за последние три года сократился почти в два раза. С 1,2 миллиона квадратных метров до 65 тысяч. Что говорит о сокращении количества запуска новых проектов. Такая-то тенденция приведет в ближайшем будущем к обвалу показателей ввода жилья в многоквартирных домах. А это, в свою очередь, замечает в Союзе строителей, ставит под угрозу реализацию планов по вводу жилья в ближайшие 2-3 года. По-прежнему без ответа вопрос тотального дефицита земли под будущую застройку, пробел в ценообразовании, продолжается провал в сфере социального строительства. И если не решать проблемы сейчас, Барнаул, уверяют застройщики, ждет неутешительное будущее. Регионы тускнеют, тускнеют, тухнут. Если мы не будем шевелиться, однозначно, со временем мы станем биском и рудцовском. Что такое бис-руцовский? Я постоянно привожу. Но не будет здесь ничего встроиться. О ситуации, которая сейчас наблюдается в отрасли в Союзе строителей, говорят, стабильно напряженная. Выйти из нее отчасти помогла бы четкая система взаимодействия между представителями сообщества и властями различных уровней. Но пока и с этим тоже сложно. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Жители Рубцовска уже 10 лет задыхаются от шашлыка. Люди живут по соседству с шашлычной, которая, как они говорят, отравляет им жизнь. Все дело в трубе. Дым из нее окутывает ближайшие дома. Рубцовчане порой даже не могут открыть окна из-за постоянного запаха жареного мяса и сала. При этом в местной администрации не могут решить эту проблему в рамках своих компетенций, опасаясь излишнего давления на предпринимателя. Подробнее в нашем репортаже. На холодильнике и на микроволновке куски жирной сажи. Я задыхаюсь. Не хватает кислорода. Если открыта у меня дверь на балкон, то это уже конец, значит, мне придет. Они уже сами почти прокоптились. Жители этого дома живут в соседстве с шашлычной. И если для прохожих запах жареного мяса кажется заманчивым, то для этих людей уже давно нет. Виной всему эта труба. Вот эта труба, она на самом деле душит людей. Один раз в прошлый год выхожу я из дома, машина стоит. И у меня на машине вот такие пятаки. Я был удивлен, но это жир. Стараюсь проветривать квартиру где-то после часа. Вот стою ночью и пытаюсь открыть. До этого невозможно. Запах жира, сала, он проникает в квартиру и раздражает. Приходится закрывать все окна. Я вот у товарища был, вот сегодня посмотрел на форточке, у него такая там висит. Плохие пятна вот у нас. Она не просто черная, она, ну можно пироги жарить на ней. Вот такая вот штука, я каждые два месяца ее вставляю. Два месяца нету. Вон целый рулон этого поролона. Вот из такого дела получается вот таким вот такой. А если без него один раз, вообще вот эта шторка вся черная вообще. Утром просыпаюсь, думаю, да вообще, что такое. Так люди живут уже больше десяти лет. Надо признать, что шашлыки здесь действительно вкусные. Об этом говорят отзывы в соцсетях. Кто-то считает, что шашлычный вообще самое вкусное мясо в городе. Вот только предприниматель уже давно должен был демонтировать трубу и установить электрогриль, чтобы радовать не только посетителей, но и своих соседей. Люди обращались в разные органы, в том числе в суд. И вроде закон на их стороне, но пока постановления суда игнорируются. Никто не собирается исполнять решение суда. Никакие изменения не повлияли на деятельность данного предпринимателя. Труба как коптила, так и коптила. А прошло уже с момента почти восемь лет, как это постановление. Суд был, по-моему, в 2015 году. Никаких изменений не происходит. В шашлычной нас встретили не очень доброжелательно. Разрешение, что вы здесь снимаете нас, вы не имеете права. Я прошла вопрос, я отрешать не буду никакие. Вы знаете, что не разрешено топить ни углем, ни дровами внутри помещения. Почему не разрешено? Есть правило Санпина. Такого закона я не видела. Это есть правило Санпина. Откройте и посмотрите. У нас такого закона нет. Я буду, как депутат, добиваться, чтобы у вас была здесь электрогриль, но и мангар. Люди не жалуются. Я живу в этом доме против два человека. Никакого жалоба, ничего нет. Не надо сочинять ничего здесь. Конструктивный диалог не случился. Пытаемся получить ответ от мэрии, ведь они прекрасно знают о конфликте. Мы не бросаем, мы все время этим вопросом занимаемся. Насколько это эффективно у нас получается? Другой вопрос. Просто у нас в строго ограниченных рамках наши компетенции. Предприниматель может оценить это как давление или, так скажем, противодействие занятий предпринимательской деятельности. А это уже уголовная статья. Администрация Рубцовска действительно ведет какие-то переговоры с шашлычной. Как нам стало известно, пару лет назад власти дали разрешение предпринимателю на устройство парковки. Кроме того, администрация еще и позволила вырубить несколько деревьев ради этого дела. Еще через год предприниматель просит разрешение для пристройки кочегарки. И так появляется вторая труба в этой шашлычной. Участок земли люди отстоять смогли. Хотя предприниматель все же успел спилить деревья, которые посадили местные жители. Сегодня остается открытым вопрос о глотке свежего воздуха. И властям стоило бы быть более настойчивыми, потому что... Не исключено, что под окнами местных чиновников тоже когда-нибудь запахнет жареным. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком. Губернаторов не надо жалеть, заявил глава Алтайского края на круглом столе, посвященном обсуждению послания президента. По мнению Виктора Томенко, губернаторы за последние годы в связи со сложными экономическими условиями закалились. Поэтому их не пугают сложности. Нам не надо сочувствовать. Понимаете, и жалеть нас не надо. Нас выбрали люди. Мы прошли через выборы. Иногда в жесткой достаточно борьбе. Иногда в сложной обстановке. Два ковидных года. Финансовые, экономические качели и потрясения нынешнего года заставили ежедневно быть в хорошей форме, заявил Виктор Томенко. Алтайский край использует все возможности для привлечения инвестиций. В этом году запланировано достичь отметки в 145 миллиардов рублей. В целом, за последние пять лет на развитие экономики и социальной сферы края направлено почти 600 миллиардов рублей инвестиций. Мы служим людям, которые нас избрали. Мы служим нашей стране, являясь руководителями, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Это первое. И будем реализовывать стратегию развития страны, будем защищать ее национальные интересы, будем обеспечивать ее безопасность, каких бы направлений она ни касалась. Дождались. В трех барнаульских школах начался капитальный ремонт. Этого события и педагоги, и руководство ждали долгие годы. К примеру, в третьем лицее ремонта не было 50 лет. Как на время проведения строительных работ будет организован учебный процесс, и когда планируют завершить обновление школ, расскажем в сюжете. Ремонт учебе не помеха. Перед началом работы руководство школы и комитет по образованию продумали все до мелочей. А как иначе? Ведь капитального ремонта здесь ждали десятилетиями. После выделения средств по федеральной программе модернизации системы образования, а всего на эти цели в Барнауле в этом году потратят 227 миллионов рублей, оставалось освободить помещение. Мы вот буквально за очень короткий срок успели там всю школу освободить для ремонта. Сегодня уже зашла строительная бригада в составе 17 человек. К слову, третьему лицею повезло, ведь по соседству с ними находится городской детско-юношеский центр. Так что менять свой привычный график ни педагогам, ни учащимся, по сути, не пришлось. Потребовалось провести лишь небольшой косметический ремонт и заменить оконные блоги. Нашли, где на время ремонта разместить и коллективы других школ – 48-й, а также кадетской. Что касается Барнаульской кадетской школы, то она у нас имеет два корпуса. Один корпус находится в ремонте, соответственно, во втором корпусе дети размещаются, там организован учебный процесс, организовано питание. Сложнее всего было решить, где будут учиться ребята из 48-й, ведь рядом с этой школой учебных заведений нет, поэтому прорабатывался вопрос доставки школьников. Теперь учеников начальных классов на автобусах везут в первую школу, среднего звена в 86-й лицей, а старшеклассники ходят пешком до детского экологического центра. За каждым автобусом закреплены сопровождающие. Сопровождающие на руках имеют списки детей именно для этого автобуса. Все сопровождающие прошли инструктаж о том, как они должны передвигаться. Ребята 48-й школы приезжают к нам в три потока на автобусах и по очереди проводят уроки. Все скотились, скотились. В Барнауле продолжается суд над мужчиной, который заступился за свою соседку. Об этой истории мы рассказывали еще в середине января. Евгений Амеличкин увидел, как его соседку окружили судебные приставы, пытаясь изъять автомобиль. Мужчина поинтересовался, в чем дело, а в итоге оказался на скамье подсудимых. Что об этом думает сам подсудимый, который сегодня выступил на заседании, смотрите в нашем сюжете. Барнауле оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за свою соседку. Эта новость будоражила соцсети, поэтому тысячи зрителей продолжают следить за судьбой Евгения Амеличкина. Летом прошлого года судебные приставы решили изъять автомобиль у одинокой женщины с ребенком. Она выплачивала долг умершей мамы. С каждой зарплаты с нее вычитывали 50%. Просрочек не было, и эта женщина, как мы уже ранее говорили, может подтвердить выписками с карты. В тот день, когда к женщине приехали приставы, окружили ее, Евгений Амеличкин вышел из дома, увидел свою соседку, всю в слезах. Сегодня мужчина выступил в суде и объяснил, почему не смог пройти мимо. Сегодня в суде также выступили свидетели со стороны защиты. Одна из них, собственно, женщина, у которой хотели изъять автомобиль. Как пояснила Виктория Петрова, долг от мамы перешел по наследству. Оставалось выплатить 60 тысяч рублей. При том, что не было просрочек, приставы решили изъять автомобиль, рыночная стоимость которого примерно 800 тысяч рублей. Что я, я не знаю. Я злостный неплательщик, я не знаю, я должна миллиона. Нет, этого не было. Я платила исправно. У меня долг образовался в связи со смертью моей мамы. Он перешел ко мне по наследству. Я его платить не отказывалась. Я его платила. И когда понаехало столько народу, конечно, я была в шоке. Амеличкин вышел и спросил, что вообще здесь происходит. Потому что половина были в гражданской одежде, а кто-то там был в форме. Потерпевший Алексей Гончаров. Напомним, пристав выступил против видеосъемки в суде. Ранее он уже поделился своими нравственными страданиями с участниками процесса. По словам мужчины, Амеличкин его оскорблял. После этого пристав даже плохо себя чувствовал. Также он потребовал 20 тысяч рублей за моральный ущерб. По словам Евгения, нецензурная брань могла быть, но не в адрес пристава. Она не была конкретно кому-то обращена. А просто я от этого беспредела, возможно, и выразился нецензурной брани, что в общем порядке, что вы здесь творите. Евгений недоумевает, как он мог оскорбить представителя власти, если этот представитель, по словам подсудимого, даже не показал удостоверение. Удостоверение не предъявляли. Во-первых, нагрудный знак у него также отсутствовал, что давало мне повод усомниться, что он действительно находится на службе. Женщина сидит, ей плохо, она в слезах. И говорит, пусть она хоть действительно задохнется, хоть большую малую нужду там справляет, все равно автомобиль будет наш. Я понял, что просто приехали забрать автомобиль. Это были настроены. Я сказал Петрову, что надо вызывать срочно полицию. Действия эти точно незаконны. Хочу предъявить документ, заверенный, что в тот раз потепневший пояснял, что вызывали полицию они, вызывали полицию мы. Есть документ. Отметим, что в тот день жильцам дома все же удалось отстоять машину Виктории, несмотря на то, что приставы уже вызвали эвакуатор. Совсем скоро в суде должны перейти к прениям. Ну а телеканал Толк обязательно продолжит следить за этой историей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка. Алтайские школьники и студенты приступили к разработке специального мобильного приложения и созданию проекта «Мельницы для дробления соли». Такие задачи перед ними поставили организаторы краевого научно-технического конкурса. По их мнению, в помощи юных умников сегодня остро нуждаются крупные предприятия. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Пока виртуальная модель на экране, а через некоторое время реальное устройство. Чем сложнее задача, тем интереснее юным конструкторам. Третий научно-технический конкурс «Инженерный хакатон» объединил почти 100 умников из разных уголков края. Команда предстоит решить 11 сложных задач или по-современному кейсов. От разработки мобильного приложения до модернизации заводского станка. Удивительно, но факт. В идеях студентов и даже школьников нуждаются разные предприятия, в том числе и крупные заводы. Фантазия детская. И вот те знания, которые в области компьютера, в области цифровизации, они зачастую у детей, у молодежи гораздо обширнее, чем у взрослых подготовленных профессионалов. И там, где справляются дети легко, взрослому человеку практически невозможно это сделать. В силу уже своего возраста, в силу специфики мышления и так далее. А перед детьми, перед молодежью вот эти горизонты открытые. Они не видят, не понимают там смету, где посчитать, сколько можно заложить, сколько нельзя заложить. Они предлагают те варианты, которые они бы хотели решить, и это будет наиболее эффективно с их точки зрения. Один из самых популярных кейсов на инженерном хакатоне, его выбрало большинство команд, это создание арт-объекта. Он впоследствии должен стать украшением города, местом для фотосессий, но одновременно таким, который может подчеркнуть исторические и культурные особенности региона. Дети решили, неплохо бы напомнить, где зарождалась целина. Люди сидят около костра, трактористы, те, кто работают в поле, сельхоз, вот это вот все хозяйство. И также они оставляют место для потомков, то есть чтобы человек мог присесть, сфотографироваться, напоминая о том, чтобы мы не забывали о своем прошлом. Большинство кейсов задач для экономического сектора. Так, двое школьников Поспелихинской школы работают с установкой МАУ-07. Это пылеуловитель, который предназначен для очистки воздуха. Перед юными инженерами стоит сразу несколько условий. Нам надо облегчить конструкцию и улучшить очистку самого воздуха. Для облегчения конструкции некоторые части, которые не подвергаются нагрузке, можно заменить на пластиковые, а не на стальные. А для очистки воздуха можно либо улучшить фильтры, либо улучшить скорость циклона внутри. На разработку проекта дается всего несколько дней. Затем его представляет заказчику. Если тот идею одобрит, по макету ребят создают уже реальные устройства. Но на Хакатоне решают не только задачи для промышленной сферы. Так, юные инженеры разрабатывают мобильное приложение специально для акции Ночь музеев. По нему можно будет легко понять, где и какие мероприятия проходят. Еще одна цель – собрать робота, который будет время от времени проводить офисным сотрудникам разминку. Как говорят организаторы Хакатона, юным подвижным умам любая задача под силу. Три проведенных научно-технических конкурса показали большую часть проектов. Заказчики оценивают высоко. И с большей охотой, совместно дорабатывая, внедряют их на производстве. Дмитрий Дроздов, Андрей Печорхин. День с толком. Классическая хореография в современных красках. Уже завтра труппа Саранского театра покажет барнаульским зрителям балет «Лебединое озеро». Спектакль представят в рамках больших гастролей на сцене Алтайского музыкального театра. Самая известная в мире постановка «Лебединое озеро» в исполнении артистов Саранского музыкального театра. Спектакль показывают по федеральной программе Министерства культуры большие гастроли, что позволяет зрителям разных регионов знакомиться с лучшими работами российских театров. Накануне премьеры главный балетмейстер рассказал, чем особенно их постановка. Когда начинается музыка, обычно идет овертюра. И зрители сидят перед закрытым занавесом, слушают сначала музыку, и затем через несколько минут начинается действие. У нас действие начинается практически сразу. Мы ввели пролог, в котором рассказывается предыстория принца, который встретит свою одетую. Помимо «Лебединого озера» артисты Республики Мордовия покажут еще одну театральную легенду – балет «Щелкунчик». А любители легких историй смогут посмотреть комедию фарс Фельсмана «Тетушка Чарли». Он чемпион России, мира и Европы. Сейчас заслуженный тренер страны по греко-римской борьбе Николай Монов, который в этом виде спорта порядка 40 лет, провел в Барнауле мастер-класс. На нем побывал и наш коллега Дмитрий Дроздов. Хоть ты и мастер спорта России по греко-римской борьбе, все равно есть к чему стремиться, так говорит Максим Новичихин. В такой жесткий вид спорта попал, не поверите, после танцев. Увидев своего брата на соревнованиях с медалью, захотел такую же. И вот уже 13 лет занимается греко-римской. Приезд мастеровитого тренера для Максима очень важен. Я с Николаем Алексеевичем мы работали еще на сборах. По-моему, молодежных, сейчас я уже выступаю по мужикам. И Николай Алексеевич много знает, много умеет. И опыт передает, конечно, колоссальный. Это фанат борьбы, фанат своего дела. Как я не знаю, описать этого человека. Всегда стремится к идеалу и требует от учеников быть идеальными. Идеальными на ковре и в жизни тренировочный процесс заслуженный тренер России строит так. Внимание уделяет физической подготовке, технике борьбы и образованию. По мнению Николая Монова, нужно быть не только сильным физически, но и умственно. Для меня самое главное – это педагогическое воспитание. Еще раз я повторюсь, как я выделил в своей теоретической части беседы с ребятами, что у нас есть образование, есть какие-то достижения, но все это без воспитания ничего. И в первую очередь педагогу надо обращать именно в тренировочном процессе, в том числе на моменты воспитания и моменты, как себя надо вести. Тренерский состав сборной команды Алтайского края верит, что после работы с таким мастером наши ребята на предстоящих стартах покажут высокие результаты. Сейчас борцы готовятся к первенству в Сибири до 24 лет. Оно пройдет в конце апреля в Новосибирске, а уже летом – первенство России. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok